Всем привет! Итак, начался вчера ивент. Он идет сейчас меньше суток. В честь дня рождения EVE Online Евке исполнилось 19 лет. Представьте себе только 19 лет игрушки. Пипец. В общем, у нас на этом ивенте есть зеленка и есть скан. Зеленкой я пока еще не занимался. Вот, сканом позанимался. Вчера у меня получилось за час где-то примерно 800 лямов получить. Сегодня утром полетал. Сегодня это 4 числа. Видео просто будет чуть позже, чтобы понимали, когда я летал. 4 числа. За полтора часа, в общем, для начала сигналов стало меньше. Ну, понятно, народ начал летать, заинтересовались, падает денежек. Хорошо. Вот, сигналов стало меньше. То есть, тайников находим гораздо меньше. Но даже с этим я умудряюсь все равно находить. Тут вот нашел. Как раз тут читаха еще смотрю веселится. Раскрывает. Решил попробовать ее заломать. Итак, сигнал, сразу говорю, при скане 4 уровня, чтобы вы знали. Поэтому сила пробок вам нужна достаточно высокая. У меня 110 и, в общем-то, хватает. И то я навысканю при 0,25. Так, мы прилетаем. Здесь 5 тайников. Вскрываются тяжело они, на самом деле. То есть, они такие серьезненькие. Так, читаха опять появилась. Я такой, ммм, читаха, надо попробовать ее заловить. К ней сейчас буду варпать. Клоку отключаю специально, чтобы пока долетел, успел штраф на Клоку уйти и я успел залочь. Надо было все-таки пораньше Клоку выключить. Поздновато я выключил, поэтому буквально секундочки не хватило для того, чтобы ее залочь. Ну, да черт бы с ней. Итак, вскрываем. Как я уже говорил, вскрывается достаточно тяжело. Ну, мне тут повезло просто. Мне вот, хотя не только здесь практически все, вскрываю практически без проблем. Стоит зигма, то есть фитецки у меня не из дешевых нифига. Вот, импы еще также стоят на скан и на вскрытие. Поэтому у меня и сила вскрытия такая серьезненькая. Ну, ладно, не об этом. Собственно говоря, что здесь падает. Падают импы, падают покрасочки, бустеры падают, еще всякая всячина падает. И падают лотбоксы. Их скрыть нельзя, но одна штучка стоит порядка ляма. Вот они, лотбоксы, вот они, 7 штучек упало. То есть это 7 лямов получается. Помимо того, что еще там есть, да, 7 лямов. Они у вас пока по нулям. То есть, когда в карго ваш попало, вы видите, что стоимости нету, потому что только-только на рынке они появились. Продаются они в NPC станках. МПС-шкам продается, короче. Вот, за лям продаете стабильно, четко. То есть, там курс никак не плавает. Нет такого. Спокойненько продаете. Ну и всякое остальное, собственно говоря, падает. Между контейнерами расстояние просто огромное. То есть, порядка там около сотни. И вот ездить на той же МВД, но, блин, очень много времени это будет занимать. Поэтому оптимально, на самом деле, делать спотик. И на спотик переварпывать. И снова на контейнер. А, не, соврал. Здесь не 5 штучек тайников, а 4. Сорян. Так, летим на следующий. Ну вот, как раз я спотик тут сейчас делаю. Ну и опять это же Четаха. Ну тут забегу немножечко вперед. Вот она вот взяла, улетела и, собственно говоря, все. Больше я ее уже не видел. Ну, да и не страшно. Собственно говоря, что-то мне она оставила. Вскрываем. Правда, два контейнера. Точнее, здесь контейнер и там контейнер. В общем, сложность два контейнера раскрыла. И что там за вкусняшки были? Не знаю. Здесь я быстренько проверяю, что еще в надежде. А может, там Четаху заловлю. У меня она вроде еще в локале. Пытаюсь ее высконить. Посмотреть, где она там. Может, где-нибудь есть. И так не подлечу. Но нет. Собственно говоря, решил наплевать на нее. И дальше спокойненько все дело вскрывать. Поехал. Продолжение следует... Лотбоксы вот эти есть в каждом тайнике. То есть не факт, что в каждом тайнике у вас что-то интересненькое и вкусненькое найдется. И вообще можете просто все повскрывать и там может ничего такого серьезного не оказаться. Но вот эти лотбоксы, контейнеры, которые продаются NPC, они точно в каждом контейнере. То есть по крайней мере стабильно заработок у вас какой-то минимальный, но будет точно. Где продать эти лотбоксы? В принципе не нужно бегать, особо где-то париться, искать. Они продаются даже в жите. То есть спокойненько можете даже долететь и вжить их вместе со всем остальным. То, что там налутали, можете спокойненько продать. Еще для информации, вчера выяснили, тайник можно вскрывать два раза. Если вы два раза неудачно вскрыли, он взрывается. Вы остаетесь без тайника. Также на прошлых ивентах, когда один раз вы неудачно вскрыли тайник, то из результатов поиска он пропадал. То есть вас уже не могли насканить. Здесь же ничего подобного. Сколько бы вы вскрыли, не вскрыли, взорвали, не взорвали, неважно. Он все равно остается. Пропадает только когда вы полностью все вскрыли. Так, ключом останочку. Собственно говоря, подвести итоги. Сколько налутал. И че почем. Будем сверяться, собственно говоря, напрямую с жидкой. Ну, в общем, бустеры, импы, покрасочки и вот как раз лоудбоксы. То есть так оценивается в 159 лямов. Игрушка, то, что вот налутал. Но это неверные цифры, так как некоторые не подсчитываются и показывают по нулям. Тут я вот пытаюсь через EF Price проверить, как оно получится, не получится. Ну, че-то нифига не получилось. Нормально посчитать. Решил, собственно, тогда через второе окно напрямую в жидке. Так, вот этот бустер показывает по нулям. Чуть не туда сбросил, в локал. То есть на момент записи видео он стоил почти 30 лямов. Ну, запишем 29. И у меня их 3 штуки. И это 87 лямов. Только на этих бустерах. Нет, бустер тоже не показывает. Он стоит в районе ляма, поэтому я его даже не стал считать. Ну, это покрасочка непонятно сколько стоит. По нулям пишет, поэтому пошел тоже проверять. И покрасочка стоит 9 лямов. Итоговая на данный момент 96 лямов. Ну, и, собственно говоря, сами лоудбоксы. Они стоят по ляму. Это 109 лямов. В итоге 205 лямов. Плюс то, что налутали. То, что он подсчитал. В итоге получилось 364 ляма. Ну, вот и считайте. За полтора часа. Ну, все. Пока.